здравствуйте уважаемые друзья вдруг попросил меня связать несколько вот такие необычные нимфы александр попов это его идея он связал вот такую нимфу обозвал ее генерал нимф или как он там по другому ее обзывает неважно главное то что это достаточно уловистая приманка по линку и хариусу поэтому по вашей просьбе так как вы меня попросили поделиться с помощью фильма я сейчас вам это все изготовлю что нам необходимо значит учитывая то что это мушка нимфа сама по себе работает по крупной и достаточно сильной рыбе крючок с расчетом того что изготавливается тело я взял вот немножко необычный это больше для карпа продаются у нас вот такие наборы 8 восьмерочку если у вас имеются вот такие крючки используйте пожалуйста я вязал их на шестерки вязал их на десятки на 12 номере поэтому попробуйте как вам удобно будет учитывая конечно от величины рыбы выбирается и крючок что здесь есть обычного и что необычное значит давайте по порядку что касается огрузки огрузку здесь необходимо делать в зависимости от ваших условий рыбалки я ограничиваюсь условиями заказа поэтому ставлю четыре с половиной пять миллиметров латунный шарик он может быть золотом может быть и белым пробуйте по-разному что по материалам нам понадобится еще вот такое перышко гризли или такое или допустим вот как продаются скальпы для сухих мушек почему автор использовать перо для сухих мушек в мокрой мушке я не задавался вопросом мне ну не нужно мне просто нужно повторить так как автор в заказе повторить так как автор изготовил единственная ошибка с его стороны была совершена это то что вот перо гризли она может быть вот такое 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 перо гризли само по себе это чередование вот таких полосок разного цвета поэтому она может быть и черно-белым и зеленым и каким угодно оттенком это все гризли чтобы вы знали определенное очередование полосок называется перо гризли все давайте теперь приступим ставим крючок в удобное положение так как мы будем крепить хвостик нам желательно чтобы было удобно я использую повторяю вот такой клей вы можете использовать все что угодно можете не использовать но учитывая то что нитка синтетическая сама по себе ненадежно крепится на металле как всегда и в неподходящий момент может нас подвести нить я использую буду использовать две разные значит у меня имеется вот такая 60 нитка и вот такая наверно 17 0 потому что толщина и и 005 оранжевого цвета вообще желательно подбирать нить согласно того каким вот мы будем делать ребрышки теперь что касается ребрышек вот у меня лампасы как вернее автор говорил вот у меня имеется вот такие наборы шерсти всевозможных оттенков покажу всевозможных оттенков мне было заказано чтобы я изготовил несколько более таких темных тонах сиреневый фиолетовый поэтому исходя из этого мы будем с вами вязать такое тело закрепим теперь нашу нить поверх нашего клея не доходим до загиба удаляем остатки нитки и в качестве хвостика автор использовал перо фазана охотничего я буду использовать обыкновенное вот такое перо курицы которая как говорится находится у нас в подушках почему я использую мягкая скажу вам что эту мушку я лично не тестировал я ее не знаю но по рекомендациям друзей достаточно хорошо работает вот по рыбе на дальнем востоке оторвали щепотку вот такую приблизительно пера вымеряем длину перехватываем руками и притяжной петлей подхватываем на месте где должно должен крепиться хвостик после этого закрепим его буквально вот до середины загиба пока не трогаем вот приблизительно вот такой должен у нас выйти закрепим обязательно все перо которое у нас было возвращаем на место нам понадобится с вами изготовить точку атаки там где вот жопка нашей нимфы я взял вот такого оттенка это близкий где к морковке чтоб вы ориентировались но морковка бывает разных оттенков вот здесь рядом с красным у меня находится вот и светлее есть и более желтые есть и вот такая чисто как бы вот она вот желтым дает оттенок но она на самом деле чисто морковного цвета буквально щепоточку я вытащил вот пряди ничем не промазываю нитку слегка закрепляю до первого касания пряжи моей следим за тем чтобы нигде наша пряжа не цеплялась до первого буквально касания и теперь я удерживая нить вот как вы видите вот так вот прокручивая у меня образовалась вот такая до беновая веревка дошли до хвостика приподнимаем наш хвостик удерживаем вот так на от ком и под хвостиком сзади него проводим подымая его вот так вверх теперь что касается точки атаки или жопки как я ее здесь называю какая должна быть толщина величина приблизительно вот такой величины нам будет вполне достаточно сколько здесь сложно сказать почему потому что сама по себе величина длина мы потом еще сможем зайти ну может быть где-то порядка полутора миллиметров дальше также из цвета такой же пряжи я выдергиваю определенное количество какое определенное ну вот давайте я сейчас вам покажу экспериментом мы не трогаем ничего у нас пряди так как они здесь у нас штапельная то есть равной длины почти все волокна я выбираю приблизительно вот такое количество и начинаю вытаскивать все вместе вот она у меня вот так вытаскивается вытащили после этого я беру складываю вот так вот трубочкой прокручивая дохожу по все прохожу по всей длине и у меня уже вместо если у вас имеется допустим ну вот как у меня я сейчас покажу иногда использую всевозможные вот такие нитки шерстяные или же полу шерстяные для изготовления можете тело изготовить из нитки вот в частности как раз по оттенку можно вот такая светло голубая тоже пройдет я написал друзьям чем связано допустим расцветка такая крайне был удивлен что хариус за последнее время достаточно эффективно ловится на вот такие оттенки поставили закрепил я вот с одной стороны теперь перила перевод переламываю мою пряжу и по бокам строго стараемся чтоб она никуда у нас не завалилась вот так приблизительно чтобы мне было удобнее работать и опять же нам объем тела обязательно необходим меньше потом будем даббинга все это закрепим теперь удерживая вот в таком положении ногатком я беру и закреплю все до точки нашей атаки годится теперь такой вариант для сегментации мы будем использовать леску леска может быть любая толщина где-то начиная от 0 12 0 14 но у меня флуоресцентная вот такая вот слегка зеленого оттенка нитка который которая достаточно хорошо работает сумерки ставим теперь крючок в удобное положение леску пока не крепим автор когда изготавливал немножечко мне не понравилось его технологические моменты то есть что где куда зачем крепится поэтому я немножко рационализировал понравится повторяйте промазываю обязательно немножечко клеем так как хариус зубастый будет хорошо драть нашу приманку она дольше у нас прослужит мы выбираем с вами вот такой бирюзового цвета шерсть и будем изготавливать тело также я не напрягаю сильно вытаскиваю то количество которое мне нужно слегка подравниваю пряжу чтоб она у меня была равномерная вот и как я вам уже говорил до момента касания нашей пряжи крючка после этого аккуратненько берем и прокручиваем вот как вы видите здесь свободно здесь нет и я удерживаю уже нитку и пряжу начинаю выполнять обмотку тела толщина должна быть сразу соизмеримо с толщином с толщиной нашей жопки здесь немаловажный момент то есть как вам будет удобно мне например удобно это было делать вот так я убираю пряжу вывожу нитку в работу и креплю леску почему в дальнейшем когда мы будем с вами производить сегментацию я вам покажу с чем это связано леску уводим под низ возвращаем нашу нить на место опять берем нашу пряжу и продолжаем ставим понятное дело крючок еще более удобное для нас положение подымем и начинаем теперь дальше формировать наше тело значит что касается прохода сколько не так вернее сколько раз это вы уже определите сами как вы видите вот она ложится более менее нормально у нас будет достаточно крепким хорошим тело уже такой вариант у меня проверен количество пряжи сильно не старайтесь не увеличивать в районе вот здесь вот где грудка мы немножечко сделаем уплотнение и оставляем посмотрите внимательно оставляем пару миллиметров не доходим до шарика абсолютно свободное место теперь можно убрать нить можно оставить кому как будет удобнее работать а потом уже все это закрепить теперь я беру леску подымаю вверх мою пряжу стараясь держать вот равномерно с одной и с другой стороны чтобы у меня распределялась пряжа немножко неудобно но пару раз потренируйтесь будет хорошо берем леску как вы видите леска уже у нас находится не там где мы сформировали наш нашу точку атаки у загиба а находится уже в том месте где мы делаем первый оборот что достаточно удобно и нет у вас утаскивание материала удерживаем опять наши лампасы прокручиваем слегка пряжу чтобы она у нас ложилась жгутиком и стараемся четко чтобы вышла симметрично по бокам у нас легла наша пряжа опять переворачиваем не забывайте что чем удобнее вам работать тем более качественнее выйдет у вас ваша нимфа не торопитесь скажу вам честно может с первого раза у вас и не выйдет так как это нужно но опыт дело наживное сами потом уже убедитесь что это достаточно легко и просто вот должно выйти приблизительно вот такая с бугорочками наша нимфа теперь переводим ближе уже к грудке и уже здесь выполняем пару-тройку оборотов нашей леской поэтому я и оставляю здесь всегда место чтобы не было нагромождение материалов и не было скученности пару-тройку раз обязательно прокрутите ниткой как бы в замок закрепив нашу леску еще и дополнительно поставим опять в удобное положение наш крючок я беру можно лезвие как автор но я обычно аккуратненько все это делаю ножницами тем более все равно у нас образуется потом своеобразная воздействие которую я но не люблю в изготовлении мушек но она у нас здесь всегда образуется в этой нимфе оставили теперь чтобы было гораздо крепче это все я опять наношу не на место где я крепил материалы а вот нет нашу иголочку макнул в клей промазываю нитку что значительно удобнее и проматываем теперь здесь сразу чтобы не было у нас лишние работы я вот таким образом креплю свою нитку морковного цвета меняем нитки сразу здесь же по клею прохожу и отрезаю удаляю белую нитку переходим к нашему перу пока клей наш еще не схватился как вы видите я сделал вот такой небольшой крючочек почистил пуховую часть и нам необходимо его закрепить но учитывая то что наш по клею нежелательно мотать перо дадим давайте мы буквально ну минут пять-семь чтобы у нас это все подсохло если по каким-либо причинам вам допустим здесь вот не нравится как но я не мотаю здесь даббинг достаточно эффективно еще будут работать вот такой спектра даббинг клей наш подсох теперь мы спокойно можем выполнять обмотку значит что еще здесь можно сказать я использовал и другое перо и перо курицы поэтому вы попробуйте может и не обязательно использовать перо для сухих мушек количество количество зависит от густоты бородок которая находится на ости пера автор делает пару-тройку оборотов мы с вами выполним вот согласно этого пера здесь вот достаточно будет три оборота удерживаем перышко и проматываем пару-тройку раз теперь что я делаю я увожу все перья назад и проматываю плотно перед самим пером у меня бородочки вот ушли немножечко вот так ровно чтобы не было нагромождение материалов я и гораздо крепче все это держалось я опять беру немножечко клея на иглу и теперь уже промазываю также свою нить этим клеем он когда высыхает становится прозрачным ну и опять же достаточно хорошо держит что немаловажно автор показывал в фильме лак этот лак для изготовления головок чем отличается сам по себе лак лак бывает для изготовления головок лак клей который более глубокого проникновения вот мы его немножечко капнули и получается так что он просочился через все наши нитки и за счет этого достаточно крепко держится материал ну выходит небольшая вот такая шейка которая мне не нравится но в данный момент она тоже здесь выступает в роли как точки атаки пару тройку оборотов вполне достаточно сделали завершающий узел учитывая то что клей наш еще действует удаляем наши материалы я срезаю ось пера ножницами можно ножом скальпелем чем удобно и вышла у нас вот такая нимфа которая как вы видите при условии она вяжется значительно быстрее можно спокойно ее за 35 минут при определенной сноровки изготовить как автор показывал рассказывал если у вас вышло что-то криво косо то можно потом все эти ребрышки лампасы как он их называет спокойненько поправить вот и все в принципе то как вы видите изготавливается не совсем сложно но по рекомендации друзей достаточно уловистая приманка благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч